О животных, да? И теперь мы говорим о птицах, да? Чье мясо запрещено в еду. И этот список, он есть тоже в книге Ваекра, 11 глава, с 13 по 19 стих. Ваекра 11, 13, 19. Это все хищные птицы. Нельзя их кушать, да? Орел, коршун, сова и тому подобное. Также аист, ворона, чайка, пеликан, удод и некоторые другие. Соответственно, запрещено есть и яйца этих птиц. Их же, да. Домашний страус? На сегодняшний день считаются чистыми все домашние птицы. Курица, гусь, индейка, утка. И для того, чтобы мясо птиц, для того, чтобы стать кошерным, оно должно быть подвергнуто специальной обработке. Из-за того, если мы говорим о животных, что корова – это кошерное животное, еще не следует, что любой кусок говядины в магазине кошерен. Вы думали, так все просто? Тора запрещает также кушать мясо животного, умершего естественной смертью. Так называемая падаль. Сдохла ведь старости. В это понятие включается также мясо животного, которое болело перед тем, как оно было убито. Вы знаете, что часто крестьяне, так сказать, в селах, они видят, что уже все, быстренько его продают, реже, ну, сибирское, не сибирское. Вот так вот. Мясо животного, раненого или убитого другим зверем или на охоте. Такое мясо называется треф, растерзанный. И отсюда приходит часто употребляемое общее название для некошерной еды. Трефная еда, да? Кошер, треф. Слышали такое, да? Это, ну, раненое или убитое. Например, вы... Нет, кошер – это противоположность трефного. Треф – это растерзанный. Это раненое. Например, вы вышли охотиться, там, например, на зайца и увидели лисицу, которая тащит зайца. Выстрелили, она бросила зайца, убежала. Заяц, вот только что она его задушила. Только что, там, при вас. Ну, хорошо, не зайца, допустим, там, другое животное, которое там она... Предположим, она украла курицу, да? И придушила ее. Да. Курицу можно есть, но если ее придушила лисица, то уже нельзя. Это считается удавленной. Треф или растерзанная. Нельзя кушать также мясо животного, в котором еще есть кровь. Та же курица, допустим, умерла, но кровь не стекла. Также некоторые части туши. Например, сальный жир и седалищный нерв. Нет. Например, говядина. Мы же говорили. Вот вы знаете, что я вам скажу, друзья? Что я вам составлю тест по этой учебе. Как это? Зачем? По многим причина. Нет, вообще, по этому обзору иудаизма. Нет, нет, дома можно пользоваться. Итак, мы про тесты поговорим, но все, я принял решение, будет тест. Так что, может, седалищный нерв. Да. Итак, каким выводом приводят эти запреты? Во-первых, животное, разумеется, разрешенное, должно быть убито лишь специальным образом, называемым шхита. Шхита. Да, специальным образом. Суть шхиты в том, что животное убивают одним ударом ножа, перерезывающим сонную артерию. Так гарантируется, что животное умирает без мучений. Человек, умеющий производить шхиту, называется шохет или резник. Это была целая профессия. Шохет. До сих пор есть, да. То есть, это не просто парень, который взял какой-то там непонятный ножичек, придушил ту курицу сапогом, как-то там перерезал, что-то там сделал. Это не те курицы, которые продают на привозе. Непонятно, что ели, чем питались, как убили, куда дели кровь и так далее. Шохет. Если животное было убито любым другим способом, его мясо евреям запрещено кушать. Во-вторых, после шхиты должна быть сделана проверка туши. Если выясняется, что в теле животного были серьезные повреждения, и его мясо не кошерно. Проверяет тушу. Да. Если видно, что там, например, сбила его машина, и у него там в середине все очень плохо. Тут его теленка, например. Ну, смотри, зарезать, предположим, зарезал кто-то один. Да. А второй проверяет. То есть обратно же. Заповедь на заповедь тоже. Проверяющий тушу называется на иврите бодек. Бодек. Это как бы такие нюансы, но вы должны понимать, но вы должны понимать, что все эти профессии, они требуют специального обучения. Здесь не работают, кто попало. То есть это тоже человек должен быть евреем, он должен исполнять тору, да, иначе непорядок. Соответственно, такое мясо стоит дороже. Понимаете, да? И в-третьих, из туши должны быть удалены сальный жир и седалищный нерв. И выполняющий эту работу называется менакер. Удаляющий сальный жир и седалищный нерв. Менакер. Работу ту или другую, да? Шохет. И, конечно же, из мяса должна быть удалена кровь. Потому что Тора категорически запрещает всем, не только евреям, есть часть тела еще живого существа. Категорически запрещено кушать части тела еще живого существа. И это одна из семи заповедей сыновей Ноя. Помните, да? Для евреев это особенно уточняется, поскольку в Дворим 12.23 говорится о том, что душа находится в крови. Есть четкий запрет на поедание крови. И вы, кстати, помните, что когда речь идет в Новом Завете о том, что делать или не делать язычникам, среди кучи заповедей выбирается заповедить не есть крови. Да? Тем более, очень интересно и тупо выглядит кровавый навед. Сама как идея. Кровавый навед это такое поверье или ложь, которая говорит следующее о том, что на Песах евреи, когда мешают мацу, они должны капнуть туда капельку христианской крови. Если вы думаете, что это было в древние времена, то это было в 1900-х годах и так далее. Было знаменитое дело Бейлиса, киевского еврея одного, которого там подставили по обвинению в том, что он приносил ритуальные убийства, используя кровь мальчика христианского и так далее. Это был очень, очень шумный процесс. На весь мир он звучал. то есть, множество раз еврейская община опровергала, доказывала, всячески убеждала, что кровь и еврейский образ жизни это несовместимые. Но снова и снова вот этот навед, кровавый навед, он возникал. люди вообще не вникали в суть даже иудаизма, еврейский образ жизни. Говорили, это жиды, им нужны наши младенцы и так далее, и так далее, и так далее. То есть, очень, очень живущая была идея. Очень сильно. Может быть, то есть, да, может быть. Итак, как же удалить кровь из разделанного мяса? Традиция разрешает два способа. первое, это просолка. Свежее мясо промывают в воде, затем засыпают крупной солью на час. За это время соль впитывает кровь, после чего мясо вновь промывают. Или прожаривание мяса на открытом огне. Напомним, что все эти требования относятся только к мясу животных и птиц, но не к рыбам. Но кровь может запечься, я так понимаю. А если это мангал, например, так она, скорее всего, сгорит, я так понимаю, тоже. Для нас важно понимать несколько вещей. о том, что кровь кушать нельзя, есть специальные способы, как это удаляется. То есть мы делаем обзор, мы сейчас не проходим курс, как стать шохетом, какой ножик взять, где его взять, как заточить, какую молитву прочитать, каким движением, и анатомию не изучаем. Существует запрет, уникальный случай, упоминаемый в Торе трижды, известное выражение «Не вари козленка в молоке его матери». Трижды он повторяется. Исход шмот 23.19, шмот 34.26, дворим 14.21. И повелительная форма фразы говорит о том, что это заповедь. То есть «Не вари, не делай». Адрес. шмот 23.19, стучать два раза, шмот 34.26, дворим 14.21. Традиция говорит, что троекратное повторение фразы подразумевает три запрета. Нельзя готовить вместе мясо и молоко, нельзя есть вместе мясо и молоко, нельзя никаким образом использовать мясо-молочную смесь. Вот так вот. Что означает слово «мясо» в этих запретах с точки зрения традиции? Это любое мясо животных и птиц, но не рыб, а также все имеющиеся отношения к этому мясу, например, жир, говяжий, куриный и так далее. То есть нельзя варить мясо курицы с молоком матери. Куриный. Ну так вы понимаете, да? Ну на всякий случай, чтобы не ошибиться, мы не будем вообще это есть вместе, даже держать вместе, даже смешивать и так далее. Сало с молоком нельзя готовить, короче. Я не знаю, как это, надо спросить у Равина, что с этим делать. Ну не факт. Надо еще это, это еще надо доказать. Я думаю, что надо спросить у него, почему он так сказал. Он сказал. Итак, молоко это не только собственно молоко, но еще любые молочные продукты. Сыр, творог, сливочное масло, кефир, сметана, молочный маргарин, твороженные разные всякие и так далее. Таким образом, согласно еврейской традиции, недопустимы не только варка мяса в молоке, но и вообще смешание мясных и молочных частей в любой еде. Каждая составная часть пищевого продукта может быть или мясной, или молочной, или нейтральной. Например, рыба, фрукты, овощи, грибы, яйца, мед, сахар, соль, мука, растительное масло и так далее. Абсолютно верно, раздельное питание. Поэтому каждый кошерный продукт может принадлежать к одному из трех видов. Мясной бацари, так называемый, бацари, бацар, это плоть, да, мясо. Кольбасар, это всякая плоть или всякое мясо. Отсюда происходит знаменитое слово колбаса. Колбаса, кольбасар, всякое мясо, да, всякое мясо, там такое мясо, да, чего ж нет, слова путешествуют, правильно? Басар, а, бацари, бацари мясной, то есть продукт может быть мясным, молочный, если в нем есть хоть какие-то молочные компоненты, то есть если вы заходите в магазин и смотрите, что там, например, и пытаетесь понять, к чему его отнести, если есть молоко, молочный, ну, если относительно кашрута, идет вопрос, я не знаю, как насчет сухого молока, это целая история, например, я знаю, что есть там свои такие моменты, связанные, например, с желатином, потому что желатин, он же, это что у нас, жилы, вытяжка не совсем из костей, из связок, да, по-моему, вот, и там есть тоже, чем-то его заменяют, какой-то вариант для выпечки, и продукт может быть нейтральный, если в нем нет ни мясных, ни молочных компонентов, ну, тот же сахар, например, ни молоко, ни мясо, или та же соль, растительное масло, например, давайте мы подумаем, бутерброд с колбасой, это что? с маслом? Нет, мы же говорим, что бутерброд с маслом, это отдельная тема. Итак, кто за то, что бутерброд с колбасой, это мясная еда? Кто за то, что нейтральная? А кто за то, что молочная? А что, остальные удержались? Вы уже не знаете? Нет, бутерброд, я говорю, бутерброд с колбасой, без масла, ну, хлеб с колбасой. Да, то есть, мука плюс мясо, мы считаем, да? Бутерброд с маслом, это мука плюс масло. Бутерброд с медом? Нейтральный. Хлеб с медом? Это нейтральный. Яблоки с медом? Это нейтральная еда, да? Хорошо. Поскольку переваривание еды занимает какое-то время, традиция запрещает есть молочные продукты сразу после мяса. Необходимо сделать определенный перерыв. Фактически это раздельное питание. Попробуйте. Кошрут лишним не бывает. Продолжительность этого перерыва в разных общинах установлена по-разному. От трех до шести часов бывает. Но есть интересный момент. После молока ждать так долго не нужно. Достаточно, например, прополоскать рот, и можно есть мясо. Видите, как грамотно все построено? То есть, если ты съел сначала мясо, шесть часов сидишь, жди. А если ты съел сначала сыр, пошел оттуда, рот пополоскал, и можешь есть мясо. Грамотно. Иудаизм один словом. И так же сказано относительно рыб. Икра 11, 9, 12. Из всех обитающих в воде можете есть тех, у кого имеются чешуя и плавники. Таким образом, нечистыми являются все обитающие в воде не рыбы. Устрицы, мидии, кальмары, крабы, раки, креветки и так далее. Так же, например, некоторые рыбы без чешуи. Какие рыбы у нас без чешуи? Камбала, сом, ну, там есть чешуя. Осетр, например, акула, угарь и так далее. Соответственно, черная икра не кошерная. Поэтому не кошерная. Но кто красную производит? Лосось? У лосося как там? Чешуя? Чешуя есть. Ну, радуйтесь. Кушайте. Да? А по дороге одевают. Не знаю. Может, там сорт просто другой какой. От перепугу она. Я думаю, что нужно проконсультироваться тебе с раввином на всякий случай, чтобы ты не согрешил. Да, 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 да. Итак, подавляющее большинство рыб, кроме хищных, чистые. В отличие от мяса животных и птиц, чистая рыба автоматически является кошерной. Ее не надо подвергать никакой специальной обработке. И также икра этих рыб кошерна. В отличие от мяса животных и птиц, чистая рыба автоматически является кошерной. Но она не нуждается в шохите, она не нуждается в специальном хлопце, который ее там приготовит. Да, сонную артерию ты ей не перережешь. Я не знаю, что там с селедкой. У нас, еще раз, какие должны быть требования к рыбе? Должна. Ты у нее отобрал? Ну, если ты отобрал, то ты молодец. Итак, да, еще раз напомним, что рыба – это нейтральная еда. Нет никакого запрета на рыбно-молочные блюда. Например, щука в сметане. Однако же, традиция не рекомендует есть рыбу одновременно с мясом, но только из-за медицинских соображений. Решайте сами. Итак, фрукты и овощи, выращенные евреями в Эрец Израэль, заслужили несколько отдельных заповедей в Торе. Суть этих заповедей сводилась к следующему. Обязанности отделять часть урожая в пользу бедных. Это относительно фруктов и овощей, именно выращенных в Эрец Израэль. обязанности отделять часть урожая для храма. Запрет использовать плоды первых трех лет урожая деревьев. отдых земли в каждый седьмой год. Год шмиты. Часть из этих требований можно перенести на сегодняшний день без изменений. Например, запрет на использование плодов первых трех лет. Часть теперь невозможно выполнить буквально. Например, отдать часть урожая для храма, так как храма нет. Поэтому они выполняются только символически. полная система законов, связанная с выполнением именно этих заповедей, достаточно сложная. Когда был образован или перед образованием государства Израиля, в 20-х годах, раввины пытались наладить как-то вообще саму идею шмиты, но это было очень и очень сложно, потому что для государства, которое только образовывается, один год не собрать и не продать урожай, это банкротство. Понимаете, да? Особенно если там они, допустим, основной бизнес был апельсины. То есть каждый год он для тебя важен. Поэтому в любом случае эти действия, они требовали веры. Я думаю, что сейчас в определенных местах да, это действует. Но вы должны понимать, что современное государство Израиля, это не значит, что там все ходят в черных сюртюках и исполняют. Там полно как бы просто людей, просто бизнесменов, которые делают какие-то вещи. Есть районы, в которых строго-строго все, никто не ездит, не ходит, все религиозные районы. А есть районы, в которых все нормально. Гульня, дискотека и веселуха. Ну кому как. То тоже ненормально. Иерусалим молится, а Хайфа гуляет. Или Тель-Авив гуляет, да? Хайфа работает, да. В любом случае, каждый, кто хочет соблюдать эти заповеди, полагается на инспекцию какого-то равената и покупает фрукты, проверенные. Ну знаете, там стоит значок проверено равенатом таким-то. Фрукты там, да. Фрукты правильно собранные, вовремя собранные и так далее. Обратно же, речь идет только о плодах, выращенных евреями в Ариц-Израиль. Например, к каким-то одесским, молдавским яблокам эти заповеди не имеют никакого отношения. Итак, идем дальше. Кроме вышесказанного, существует особое требование кашрута по отношению к некоторым особым продуктам. Эти требования не являются заповедями, но ограничениями в разное время установленными еврейской традицией. Такие ограничения называются на иврите ГЗРОТ. То есть есть определенные, можно так сказать, ограничения, которые поставил Равинат. Наиболее существенные из ГЗРОТ установлены на нееврейское виноградное вино или любой другой виноградный напиток, на нееврейское имеется в виду. Также на некоторые виды сыров изготовлены обычным способом, поскольку при этом используются специальные ферменты, способствующие створаживанию молочной массы. И эти ферменты могут оказаться некошерными. Есть, да? Еврейская традиция требует, чтобы посуда, в которой готовится еда, также была кошерной. Что это значит? Как посуда вообще может стать некошерной? Изображение свинки? мышка может, например, утонуть, да? Запросто в молоке. Хотела попить и утонула. Нужно глячик разбить. Это как вариант. Итак, во-первых, это может случиться, если в посуде находилась горячая некошерная еда. понятно, что если дом соблюдает весь кошу, то, скорее всего, такой еды не найдется. Но мы же понимаем, что может такое быть, что там в силу причин человек живет с, например, в общежитии, да, согласен. Или, например, он приходит в ресторан, гости и так далее. И поэтому, если ресторан говорит о том, что это кошер, то там, поверьте мне, там все серьезно, да. Можете смело там кушать. Ну, там все кошер. Цены будут чуть-чуть дороже, но у нас, вот, например, есть этот вот, как его, хеврон, есть еще у нас розмарин, да. Ну, в принципе, так же, как вы покушаете в каком-то таком хорошем ресторане. Попробуйте, там есть вкусная еда. необычная еда есть. Итак, когда находилась какая-то горячая, горячая, не кошерная еда, да. Во-вторых, так как традиция запрещает любое смешание мясного и молочного, в еврейских домах существуют разные комплекты посуды для мясной и молочной, а иногда и для вот нейтральной пищи. мясная и молочная еда не только не готовятся вместе, нельзя даже подавать ее одновременно на один стол. Эти требования к кошерности относятся ко всем видам посуды. Кастрюлям, тарелкам, чашкам, ложкам, ножам, сковородкам, мясорубкам, всему. Досточка для мяса, досточка для сыра. У кого-то есть, у кого-то нет. Ну, а тут обязано быть без вариантов. Итак, какой вывод мы можем сделать относительно кошерной еды? Еда считается кошерной, если она приготовлена из разрешенных правилами кашрута продуктов и в кошерной посуде, ее мясные компоненты или части прошли специальную обработку, при ее приготовлении не смешивалась молочная и мясная пища. Приготовлена из разрешенных правилами кашрута продуктов и в кошерной посуде, ее мясные компоненты или части прошли специальную обработку при ее приготовлении не смешивалась молочная и мясная пища очень просто когда вы говорите о вегетарианстве например ну если вы мясоед это вводит вас в ужас да но на самом деле если настроить себя на эту волну можно очень много вещей приготовить это не значит страдать это точно так же как неверующие говорят как это стать верующим этаж надо от столь кого отказаться это же такой ужас в душ кушмар но на самом деле когда ты начинаешь потихоньку идти по этому пути ты очищаешь свою жизнь от лишнего и иудаизм он не заставляет человека мгновенно войти иначе соблюдать кашрут во всякий во всех строжайших моментах во всех строжайших но он вводит человека по постепенно в это состояние и если ты так сказать уцепился за волну то потихонечку потихонечку и у тебя будет и две сковородки и так далее так далее 50 чашек до форсированная рыба сложно но неоднозначно может быть в израиле это легче существует специальная кошерная промышленность то есть здесь у нас это все сложно обратно же просто для нашего мышления мы не разделяем продукты да мы едим все все что есть мивина так мивина да то так все и сало так сало до креветки так креветки а когда ты знаешь это ты просто себе автоматически это ешь это не ешь это берешь и не берешь то же самое с ресторанами здесь некуда пойти а там все это проще и так идем дальше мы можем конечно же задать себе такой вопрос зачем все это нужно самый главный так как вы думаете каким заповедям относятся заповеди к шутим хуким ты просто должен их делать да ты делай там поймешь там разберемся итак